Приветствую вас. Данный видео урок посвящен модулю Cluster Profile Profession. Данный вид графика позволяет отображать данные в цифровом и графическом формате. Графический формат подразумевает кластерную гистограмму и также некоторые другие формы отображения, которые мы рассмотрим далее в данном виде. Теперь давайте перейдем к верхней части графика. Здесь находится панель управления, в которую вынесены основные настройки и наиболее часто используемые функции данного модуля. Сначала рассмотрим тикер, настройка тикеров. Вы можете как вручную вводить сюда тикер, так и выбирать из списка ранее введенных тикеров. Выбирать вам необходимые. Сейчас мы рассматриваем данные на примере фьючерса на индекс Dow Jones Eurostox 50, который торгуется на бирже Eurex. Далее выбор даты, то есть вы можете менять период отображения, выбирать контракт, изменять время, выбирать вид графика. Который отображается у вас на экране и в разные типы данных, графика. Мы к этому еще вернемся. Изменять ценовую шкалу, временной интервал, нижнюю, вертикальную гистограмму. Добавлять второй временной интервал. Все более детально мы сейчас рассмотрим все эти функции. Теперь перейдем к панели управления. Scale Setup. Управление колоя, шкалами. То есть по умолчанию у вас включена только левая шкала по суммарному объему. Она выбрана, вот вы видите, в вольном стоит параметр. Здесь также можно отображать дельту, дельту в процентах, суммарно данные по биду, по аску, последний объем и отключать полностью шкалу. Что из себя представляет вторая шкала? Точно так же мы можем добавить, допустим, дельту. Здесь будут параметры, отображаться данные по дельте в виде гистограммы справа. Также интересная функция, как я уже сказал, все остальные вам понятны, беда, сквот, Last Volume. Когда мы включаем Last Volume, здесь загорается, мы видим возможность ввода данных в цифровом формате. Это данные в минутах. То есть мы можем посмотреть объем за последние 15 минут от текущего времени. Либо можно изменить на 30 минут и так далее. Вы видите, данные будут меняться. Также можно до Scale Setup'а добраться из контекстного меню, к которому мы тоже позже вернемся. Кнопка ViewDome. Это подключение и отключение стакана. Cut Breaks. Если данная кнопка отключена, то на графике будут показаны также те места, где торгов не было. То есть разные инструменты по-разному торгуются, разная длина сессии. Допустим, на Dow Jones Euro Stokes 50 достаточно большой перерыв. Они в 22 заканчивают торговаться и начинают торговаться только в 8 утра. Если кнопка отключена, то мы видим эти разрывы на графике. Если мы ее включаем, активируем, то есть автоматически все лишнее пространство без данных вырезается. И мы видим только необходимый нам график. Time Interval. Функция позволяет вырезать необходимые вам временные интервалы из каждых суток. Вот я возьму, допустим, 2 часа из каждых суток. Нажму Apply. И что мы видим? Мы видим, что за каждый день отображаются данные только с 9 до 11 часов. Это данная функция, данная возможность полезна для изучения исторических данных, когда вы смотрите какие-то отдельные торговые часы, начало сессии, либо конец, и хотите сравнить движение в тот или иной временной интервал. Вы его себе выбираете из каждой даты он будет вырезан. Если данную кнопку отключить, то при выбранном временном интервале мы будем видеть данные с 9 часов 28 числа по 11 часов последней даты. При включенных полностью сутках, естественно, данная функция не будет влиять на отображение графика. Merge Contract. Данная функция позволяет смотреть одновременно несколько контрактов. То есть, если она включена, то вы всегда будете видеть под текущую цену активного контракта. Если вы просматриваете несколько контрактов одновременно, это актуально для фьючерсных рынков, то данная функция позволит видеть именно активные фазы торговли каждого из контрактов. То есть, допустим, большинство ключевых фьючерсных западных инструментов торгуют 4 контракта в году, то есть по 3 месяца. Там нефть, золото, другие комодити имеют свои собственные особенности. Некоторые контракты более длинно торгуются, некоторые по всего там месяц-полтора. Поэтому это тоже влияет, данная функция, когда включена, влияет на отображение данных. Если она отключена, отображается выбранный вами контракт. Вот смотрите, я включу мартовский. Вот сейчас у меня видны данные по мартовскому контракту. Если я включаю Merge Contract, нажимаю Apply, то данные будут идти по, даже при том, что включен март 2017 года, данные все равно идут по декабрю 2016, потому что он сейчас активно торгует. Следуем далее. Выбор тикера мы уже рассмотрели. Смена контракта. Это касается только фьючерсных инструментов. Далее смена даты. Вы можете выбирать от одного дня до нескольких лет. Хочу напомнить, что в платформе доступны данные по большинству инструментов с 2008 года. То есть все данные о всех сделках хранятся в нашей базе данных с 2008 года. По UREX у нас данные с 2010 года. По FORCE 2010. МВВБ акции 2008. И все ключевые фьючерсные рынки Америки также доступны с 2008 года. Следуем далее. Price Scale. Это изменение шага ценовой шкалы. Вот я, допустим, оригинальный шаг ценовой шкалы для данного инструмента единичка. То есть крайняя правая цифра меняется только. Если я ставлю шаг шкалы 2, я тем самым сжимаю ценовую шкалу. Это актуально для видных, волатильных вернее инструментов. Вот перейдем, допустим, к фьючерсу на индекс DAX. У него, смотрите, оригинальная шкала 0.5. То есть если мы ее включаем, то график очень сильно будет растянут по ценовой шкале. И, как вы видите, ликвидность на данном инструменте небольшая. Чтобы видеть более информативную картинку, мы ставим шаг ценовой шкалы 2. То есть сжимаем ценовую шкалу в 4 раза и видим более информативную картину. Time Frame. Это выбор временного интервала графика. Мы можем переключиться с 15 минут, допустим, на 30. Каждый кластер теперь будет отображать информацию не за 15 минут, а за 30. Естественно, можно также в сторону уменьшения выбирать. Что есть здесь интересного? Помимо понятных нам параметров, с 5 секунд до 1 недели, мы можем также выбрать Custom. Что он означает? Это по вашему усмотрению. Вы можете делать 7-минутный, допустим, кластер. Вы можете выбрать 11-минутный кластер. Если вам это необходимо для анализа, либо как-то вы учитываете нестандартные виды кластеров в своем анализе, то вы можете воспользоваться функцией. Вернемся к 15 минутам. Поставим оригинальную ценовую шкалу. Далее, параметр. Мы видим один таймфрейм и второй не подключен. Вы также для 15 минут можете включать, допустим, еще второй таймфрейм. Вы видите, что на графике появилась гистограмма. Степень ее прозрачности регулируется. Мы до этого еще дойдем в Options. То есть вы можете ее сделать более прозрачной и менее прозрачной. И тем самым на 15-минутных кластерах также будет виден объем часа. Либо, какой вам нужен, от 30-ти минут. То есть выбрав первый таймфрейм 15, все последующие за ним, более старшие, можно подключать и также смотреть на графики. Вот, допустим, дневной. Если мы возьмем за несколько дней параметры, сожмем график. То есть мы будем видеть объем каждого дня в виде гистограммы. И объем 15-ти минут, как у нас выбрано. Идем далее. Самое интересное и важное. Вы видите, у нас отображаются на графике гистограммы в обе стороны. Сейчас выбран параметр объем. То есть слева и левая гистограмма показывают нам данные по объему. Правая по дельте. То есть разницу между бидом и аском. С обоих сторон можно выбирать разные параметры. Вот здесь есть несколько уникальных. То есть объем дельта, дельта в процентах бид аск. Достаточно уже распространенные параметры. Количество трейдов. Вы можете смотреть, сколько трейдов было по каждой из цен за выбранный временной период. То есть за 15 минут. То есть вот мы видим, что 16902 контракта было проторговано по цене 32.24. И в то же время 676 трейдов по сумме было на этой цене. Также можно выбрать параметр MaxTickVolume. Объем максимального тика. То есть вот по цене 32.24. Суммарный объем максимального тика составил 4725 контрактов. Также есть такой параметр как TickTickScount. Это количество тиков по каждой из цен. То есть трейды это количество сделок. Tick это суммарное количество сделок, прошедших без изменения цены по этой цене. Так, следуем далее. То есть также мы можем менять слева параметры. Возвращать их. Далее временная гистограмма. TimeGistogram. Тут также можно, это нижняя гистограмма. Можно выбирать объем, дельту, бид аск. Кумулятивную дельту. Это дельта, которая накапливается. То есть с начала периода, который выбран у вас для отображения. Мы видим вот сейчас положительное. Также есть кумулятивная дельта за день. То есть каждый день дельта, кумулятивная дельта начинает накапливаться заново. То есть мы видим, что по дням данные отличаются. То есть где-то положительная, где-то отрицательная дельта. Также можно смотреть по нижней гистограмме количество трейдов в каждом кластере. Здесь суммарно было 2600 трейдов, здесь 921. Также есть возможность добавления второго параметра, объем, дельта, беды, ASCII. Управление линиями, DAY, эта линия будет оставаться на графике только в течение торговой сессии, потом она автоматически будет удалена платформой. GTC, эта линия будет жить на графике столько, сколько пожелаете, то есть пока вы ее сами не удалите. И ALERT, линия ALERTA, то есть вы можете поставить выше и ниже текущей цены линию ALERTA. Когда цена ее достигнет, ALERT сработает и вам будет, замигает на экране оповещение о сработке ALERTA. Интересная функция, возможность рисовать на графике, возможность рисования линии, окружности, овала, прямоугольника, стрелочки и написания текста. Можно отдельно назначать толщину линии, вы видите, настраивать, выбирать тип линии, настраивать ее толщину, удалять выбранный объект, удалить все объекты, также вот удалить текст. Следуем далее. Внизу мы видим на графике тоже несколько настроек, о которых стоит сказать. Стрелочка вправо позволяет прокрутить график до конца и тогда всегда появление нового кластера будет автоматически сдвигать график влево и будет появляться новый кластер. Левая стрелочка позволяет попасть в конец открытого периода. При изменении масштаба, для возвращения в исходный масштаб, нажимаем вот этот крестик со стрелочками и график становится снова таким же. И также интересный кастом профайл, так называемый, вот здесь тоже маленькая функция, оно достаточно полезное. Нажав на нее, активировав, вы можете выбирать для отображения профиль за интересующий вас интервал и смотреть интересующие вас моменты на графике за конкретное какое-то время, если вам это нужно. Также вы видите, да, можно изменять параметр объем, дельта, дельта в процентах, бидаск и так далее. Либо same, если выбрано, то есть отображать те же параметры, что выбраны у нас в кластере. То есть здесь объем и дельта в данном случае. Одним кликом отключаем данную функцию. Следуем далее. Теперь контекстное меню. Сюда вынесены также все функции, которые доступны в данном модуле. Большинство из них дублируются вот здесь в сетапе. То есть вы можете либо правой кнопкой в любом месте графика вызывать для контекстного меню, либо переходить сразу в сетап. Наиболее интересные и сложные для понимания настройки находятся в Options. Сейчас мы их рассмотрим. Profile Mode. Он включен, отключаем и у нас мы видим, что подложка в виде гистограммы, в виде профиля отключается. Идем снова в Options. Включаем кластер. Можно отключать левый и правый кластер. То есть смотрите, возвращаемся. Мы видим, что слева только в цифровом виде данные отображаются. Нет подложки в виде гистограммы. Справа мы видим в виде кластера отображение данных по объему. Кластер Frame. Если кому-то нужно выделять кластера в рамочку, то также есть такая View, Value, Text. Можно отключать отображение данных в цифровом виде на графике и видеть только гистограммы. View X Separator. Если мы включим Bit Ask и отключим режим профиля, то мы видим, что появляется между цифрами разделение крестиком. То есть кому это для кого-то тоже может визуально, это важно. Это можно отключить и включить снова. Теперь самые интересные настройки, важные. Bit Ask Leader. Что он позволяет делать? Так, к этому фильтрам мы вернемся. Он нам показывает лидеров по биду или по аску в каждом кластере. Возьмем настройки цветовые. Вот видите, Bit Ask Leader. Сейчас мы их более ярким цветом сделаем. Вот смотрите. То есть где больше было бидов, где асков было больше. На что сразу же хотелось бы обратить ваше внимание при просмотре контекстного меню. При выборе вида графика Bit Ask мы берем возможность настройки трех видов фильтров. Если в выборе других параметров объем дельта просто, либо там объем тики здесь будет всего два. Настройки двух лимитов, то сейчас мы видим три. По верхнему есть особенность. Здесь есть фильтр Bit Ask Spread and Balance. То есть вы можете смотреть дисбаланс по биду и аску. Как он настраивается, этот фильтр. Помимо стандартного отображения. Если вы хотите отфильтровать бид объемом в 500 контрактов, вы ставите. И если вы хотите посмотреть имбаланс. Имбаланс включается очень просто. Ставим 300%, то есть в три раза. Нажимаем Apply. И мы видим, что данный фильтр применился к Bit Ask графику. То есть мы видим, что если данное значение 4420 контрактов больше, чем перекрестное значение вниз по биду. Значение аску в три раза. То есть 300% в три раза. То фильтр срабатывает. Вот мы видим, что если перекрестно смотреть в три и более раз, они выделяются. Здесь наоборот. Вот 4670 контрактов в три и более раз больше, чем 1100 контрактов по аску. Таким образом работает данный фильтр. Также еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что есть фильтр по аску. То есть он уже без имбаланса. Имбаланс всегда будет в первом фильтре. И фильтр по дельте. То есть вы можете фильтровать по бидовую дельту, аск дельту. Вернемся к опциям. Значит, Bit Ask Leader. Далее, следующая функция Open Close. Мы видим, что между двумя кластерами появилась тоненькая линия. Большинство из них, видите, зеленые. Это значит, что вот здесь у нас было открытие и кластер на рост. Вот здесь мы видим, что синего цвета открытие-закрытие нейтральное. То есть здесь кластер открылся, тут он и закрылся. Здесь на рост, здесь на рост. Вот здесь на падение. Здесь было открытие, вот тут закрылось. То есть это, вот здесь мы видим, нейтральное тоже закрытие. То есть это стандартный Open Close в виде вот такой графической полосочки на каждом из графиков. Вот здесь мы видим отрицательную. Бар с закрытием вниз. Так, и Max Volume. Здесь несколько отображений есть, видов. Выключить вообще, всегда отображать и просто включено. Что это значит? Always, когда мы включаем, то есть при любом наложении фильтра, максимальное значение Max Volume будет выделено в каждом кластер. Если мы включим он, то фильтра будут иметь приоритетное значение. То есть если фильтры включены, то будет отображение максимального значения по фильтру приоритете над Max Volume. То есть максимальным объемом включаю. Вот мы видим, значения пропали. Следуем далее. T Volume Histogram. Ее можно отключить. Это нижняя временная гистограмма. Мы ее вот отключаем. Можно таким образом отключить. Либо поставить два прочерка в верхней части. И даже при включенной гистограмме, естественно, никаких данных не будет отображаться. Font. Выбор шрифта. Его размера. Cluster Size. Включаем. Видим размер кластера. Это в пипсах. Минимальных изменениях шкалы. То есть если здесь Price Scale будет другой стоять, то естественно эти значения также изменятся. То есть в данном кластере от High до Low было 10 пипсов. Здесь 11, здесь 5 и так далее. То есть также включаете или отключаете данное значение. И Volume Scale View Area. Позволяет просматривать временную гистограмму нижнюю. TPO Size. Стандартное значение TPO в каждом кластере. После применения нужно нажать Apply. И мы видим, что в виде пунктирной линии на каждом кластере показан размер TPO. В данном случае 70%. Выставление значения 0 позволяет убрать отображение данного параметра. Сторона бара. То есть тоже мы видим, что появилось рядом с каждым столбиком на временной гистограмме. Цветом показано направление бара. То есть закрылся бар наверх, либо вниз. Зеленый наверх, красный вниз. Contract Line. Включаем. И вот мы видим, показывает линию контракта. Если просматривать на длительных интервалах, день, неделя, данные за полгода, год и более, то актуально смотреть, где происходит смена контракта. То есть видеть, где заканчивался старый и начинался новый экран. Time Frame Transparency. То, что я говорил. Добавляем второй таймфрейм. Это его прозрачность. Вот Options. Чем меньше значение, тем менее прозрачным он будет. Чем больше значение, тем более прозрачным будет второй таймфрейм. Current Price. Отображение текущей цены. Если мы выключаем, пропадает отображение текущей цены. Просто будет строиться график без отображения текущей цены и стакана. Настройка шрифта текущей цены. Позиция текущей цены. То есть на графике, на ценовой шкале можно переключать. Время. Отображение времени текущей цены. Отображение линии текущей цены. Показывает линию, где текущая цена находится или нет. Опять-таки отключение стакана. Отсюда же в ручном режиме, как из панели управления. DOM Delta Type. Показывать по уровню, либо по собственному отображению. Flow BDASC. Подключаем. Смотрим. Это дополнительный стакан. Кому интересно, могут более подробную информацию найти о данном типе стакана в сети. На этом заканчиваем с опциями. Restore Default позволяет вернуть все настройки по умолчанию положения. Так, еще раз. Контекстное меню. Hide Control Panel. Прячет панель управления. Bit Limit. Ask Limit. Delta Limit. Это настройка лимитов. Если мы, смотрите, изменяем здесь параметр на Volume. То мы видим, также меняется название настройки лимитов. Scale Setup. Продублирован. Это настройка лимита на боковую гистограмму. Вводим данные. Вот видим, что сразу же фильтр применяется. Параметр 0. Фильтр отключается. На временную гистограмму. Фильтр по объему также можно настраивать. Фильтр для второго таймфрейма. Выбран. Добавляем второй таймфрейм. Вот он даже тут установлен. Далее. Volume Range. Это мы задаем пропорцию для отображения гистограммы. То есть, если мы поставим 0 и 0 для объема, то видите, сразу же гистограмма изменилась. Таким образом пропорция устанавливается автоматически. От наибольшего кластера, который был наибольшего объема, к наименьшему. То есть, соответственно, если мы поищем на графике, то где-то 20 тысяч, там были, наверное, 1040 объемы. В течение 15 минут, которые являются максимальными в автоматической пропорции. Либо мы можем установить 15 тысяч и 3. Тем самым мы видим, что все объемы, близкие и превышающие 15 тысяч, они будут практически одного размера на гистограмме. Менее трех будут совсем маленькие. Остальные будут ранжироваться, пропорции будут выставляться между 15 и 3 тысячами. Это же касается таких параметров, как трейды, бидаск, дельта и так далее. Если мы сейчас выберем здесь трейдс, то мы видим, на них фильтрация стоит 100-500. Все суммарно количество трейдов близко к 500. И между 100 и 500, вот они ранжируются и задается им пропорция. Бидаск тайп. Два вида данных по биду и аску. Это тикдирект по направлению тика и по агрессору. Тикдирект рассчитывается на нашей стороне, то есть это все рассчитывают по направлению тика. Как рынок двинулся, если кто-то по рынку купил лимит ордер, то направление тика наверх и таким образом распределяется бидаск. Если по агрессору, то эти данные приходят с биржи, автоматически уже вместе с трейдом приходит параметр, кто был агрессором, то есть покупатель или продавец. И таким образом происходит разделение объема на объем по биду или по аску. То есть вы можете выбирать тип отображения. Вот тикдирект, вот разделение и по агрессору. Вы видите, что данные меняются, отличаются друг от друга. Это нужно учитывать. Далее, VWAP. Настройка на ваше усмотрение. Вот вы видите, строится индикатор VWAP. Фильтр на стакан. Мы видим, да, сразу же объемы в стакане менее 1300 стали серым цветом фильтроваться. Также отключение. Ставите параметр 0 и фильтр не работает. Отключается. Грид. Назначение гридов. Вы можете помимо, вот как у меня, по 30 минут расчерчена временная шкала. Сплошным цветом, градиентом, час выбран пунктиром. И дни между собой вот таким крупным пунктиром отделяются. Легко можно также открыть. Options мы с вами разобрали. Color Settings. Настройки, цветовые, всех, кластер, правый, левый, профиль, цвет шрифта, цвет рамки, максимальный объем левого и правого кластера, цвет TPO, BDASK лидер, тоже фильтр на BDASK. Для BDASK вы выбираете, когда включаете BDASK лидер в Options, вы здесь можете выбирать цвет, каким будет краситься слева и справа лидеры по бедам и аскам. Фон. Это для временной шкалы. Рамка. Цвет рамки и так далее. В принципе, по списку, по текущей цене, объемы и так далее. В принципе, все понятно. И символ Lookup, поиск символа. Вы можете вводить символ. Если знаете, допустим, вот ES, найти. Вам все инструменты, где в символе есть сочетание букв ES, будет отображено. Либо вы можете не знать символ инструмента и даже биржу. Просто вбить его S&P по описанию. Нажать Find и также будут отображены все инструменты с разных бирж, доступных вашей подписки, которые здесь есть. Вы можете двойным кликом применять, нажав Apply. Либо просто узнав тикер, вручную его сюда вводить. Управление линиями вы можете выставить на одном из графиков линии. Важные по вашему усмотрению скопировать их. Потом вставить в другой график. Любой, неважно. Будь то Cluster Profile, Tick, BoxChart, ReverseChart и другие. Удалить все линии. Удалить все ценовые линии. Удалить все временные линии. Десктоп. Это управление десктопами. Далее Stay on Top. Это окно будет поверх всех остальных Windows отображаться. И снэпшоты. Сохранение снэпшота. То есть это как, грубо говоря, скриншот, который вам по какой-то причине нужен. Сохранить, загрузить и удалить снэпшот. По всем вопросам вы можете писать нам в поддержку Skype. Либо на почту. Все данные указаны на нашем сайте в разделе контакты. Благодарим вас за внимание. Удачной торговли и профитов.